привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и эта игра черная книга вы друзья с вами находимся на ярмарке и долго долго наша василиса тут на этой ярмарке в принципе побывала не более не менее чем она занималась зарабатывала о чем я говорю вот наши рубли заработанные кроме заработанных рублей на игре в карте естественно в колдовского ведьмака я закупилась еще кучи всяких травок скупила все травы какие были у травницы и кое-какие обереги тоже мы взяли я взяла рогозку на одну траву мы можем использовать заход больше и я взяла также калошу николы которая увеличивает благословение в начале хода на единицу но по крайней мере мне показалось что это наверное будет уместно больше нашего карабинника ничего такого подходящего нету и давайте-ка мы наверное уже уйдем с этой ярмарке потому что по моему уже солнце не то что в села а взошло и снова села которые сутки мы здесь на этой ярмарке уже толкемся нам надо дальше на турчанский тракт поэтому и пошли сюда турчанский тракт от вильгарта к я не дору ведет турчанский тракт уж не знаю почему вот так назвали честь турков николай николай говорит что в честь турков ну что ж с нами да с нами николай поэтому пойдемте на турчанский тракт мы теперь вооружены травами и очень опасно вы сбились с пути и вышли на знакомую дорогу гораздо западнее чем планировали здесь вас встречает оборванный человек с гнилыми зубами и мутным взглядом вы понимаете что это разбойник ночные путешествия по пермской губернии порой опасны ни одной нечистой силой в тишине раздается его хриплый голос но подождите к бою может быть успеем чё тут у нас девка али чё али чё ладно уж отпущу невредимой коля дашь все деньги да сейчас а где у нас николай тут николай ну-ка дай ему в морду не разглядел ты в потемках то ни одна я путешествую ну-ка иди-ка сюда разбойничек я турков бил нечистого видел об погане тебя вражины не встречал вида высокого солдата у бандита подкашиваются ноги он пятится и быстро скрывается в чаще в спешке он уронил свой кошелек вы продолжаете путь ну вот даже и сражаться не пришлось зачем нам бить людей даже разбойников когда вокруг столько нечисти выберите новое слово так все противнику у нас уже все это есть но вот это вот неплохо а так куда мы пойдем теперь нам надо вот сюда вот дому реки таракановки это дополнительное задание детки к нам прибежали говорит ой там чего-то там чего-то поэтому пойдем туда через северный лес северный лес лес в лесу всегда опасно хоть день хоть ночь в любом лесу есть свой хозяин и не всегда он любит незваных гостей ладно мы пойдем потихонечку низенько попробуем не бесконечно и враг усеян разнообразными травами среди прочей растительности выделяется один красивый цветок он ярко-красный и хорошо виден даже в лунном свете вы подходите к цветку и обматываете его стебель серебряной нитью рывок и вот в ваших руках ценная трава адамова голова вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь ну вот а вы боялись хозяин так дом у реки таракановки мальчишки рассказали про какой-то страшный заброшенный дом на западе от енидора может что ценное там удастся сыскать давайте отправимся в путь сосновые ветви заглядывают в пустые окна заброшенной избушки вас охватывает неприятное чувство тревоги не зря говорили что место это не чистое так ну с другой стороны уйти то уйти а чем мы сюда пришли давай зайдем внутрь и все-таки посмотрим может быть удастся вы протискиваетесь сквозь приоткрытую дверь и смахиваете паутину в синях темно и пусто отдавящей тишины у вас по коже пробегает мороз вы заходите в избу и замираете в ужасе под исцарапанными когтями красным углом лежит иссохшее тело человека рядом с ним валяется гармошка словно растерзанная диким зверем вы осматриваете избу и гармониста в его кожаном кошельке есть несколько рублей так ну знаете что рубли нам уже не нужны рассказать в деревне мы можем и так рассказать давай похороним вы рассказываете о мертвом гармонисте в ближайшей деревне и отдаете деньги на похороны и отпевание крестьяне рассказали вам что несколько лет назад этого умелого музыканта увезли среди ночи на какую-то вечерку с тех пор его никто не видел вот так вот сняли мы себе один грех ну что ж тем не менее грехов то у нас очень много осталось это нам черти работающий на нас нанесли такое количество так ну что ж здесь мы все сделали давайте-ка пойдем теперь на алимов скую рощу про эту рощу я слышал тут отшельник жил башкир многие много чего умел расписывал двери да доски печные уж давно помер а помнит вы пробираетесь сквозь лес угрюмые деревья нависают со всех сторон а из мглы доносятся какие-то звуки вы замираете в страхе заметив двух чертей у разрытой придорожной могилы они вскрыли гроб и теперь неторопливо сдирают кожу с трупа да вы с ума сошли на к наблюдать не будем а ну-ка давай-ка вмешаемся что за ерунда его и отвращение вы открываете черную книгу первый заговор будет за вами черти в лесу так сколько вас двое до бьются больно что у нас восемь защита здоровье так ну что ж поехали только единственное что не выписали нам травки давай посмотрим что у нас там есть у нас действительно много всяких травок щитов у них нету снижает урон это у врагов так снижает урон на 3 сглаз а это оберег ну я даже не не знаю может быть так 5 и 2 это 7 наверное пока хватит не буду пока никакие травки употреблять так у раза бьем этого николай тоже молодцы его значит твои 5 и наши 10 должно хватить теперь пошел следующий окна ва на тебя благословение и это на тебя на игла там не особо ты не нужно ну да ладно клай я думала ты его добьешь как-то я просчиталась но они нас все равно не пробили так хорошо раз испорчить порчи скорчить давай на тебя на тебя мы возьмем у раза на всякий случай возьмем это и причем поставим аминь получи а вот и все вот и все так а вона у нас уже есть а лютая грыжа вон и складное плохая вещь и это тоже неплохая вещь давай его возьмем разделавшись с бесами вы осматриваетесь от могилы в лес идет узкая тропка кажется вы слышали про это место заросшая дорога ведет к старому кладбищу так что у нас там у нас там какая-то заметочка добыла или не поняла ну наверное ладно покинем местность итак а дополнительное задание набрать кладбищенской земли шоу давай сюда вот оно старое кладбище это кладбище далеко от янидора а потому им почти не пользуются теперь есть по нове а по новее да поближе а мне это и на руку могу своими делами заняться надгробия торчащие среди деревьев укутаны сырым туманом вы оглядываетесь по сторонам в ожидании нападения но все вокруг словно замерло тогда вы ка мы осмотрим кресты вы прогуливаетесь по заросшему кладбищу осматриваете надгробные кресты и размышляете о смертях которыми создан этот город мертвых возможно и раньше были икотницы может даже покоятся на этом кладбище так давай ка посмотрим запись у нас появилась икотная история первое упоминание об икотке относится к 1785 году когда епископ архангельский и холмогорский вениамин в своем послании синода описали заболевание как особую форму порчи и одержимости злым духом также в своем письме церковник связал икотку с верованиями древнего народа чуть жившего по берегам реки пенеги и поклонявшегося языческим богам 1862 году в пенеги в мизении произошел бунт во время которого разъяренная толпа сожгла несколько домов где как считалось жили колдуны напускавшие икотку на местных женщин так давай сначала прочитаем молитва потом наберем кладбищенской земли вы читаете молитву за упокой душ что лежат на кладбище не слышно ни звука вы успокаиваетесь и переводите дух здоровье восстановлено но на здоровье было целое ладно давай тогда набирать землю вам повезло копальщики недавно вырыли могилу она чернеет голодной пропастью пока не заняты вы набираете немного свежей земли в мешочек нашептывая заговоры она усилит ваше колдовство ага но тем не менее нам и греха добавили так может мы еще молитвы прочитаем может снимут вы читаете молитву за упокой душ что лежат на кладбище не слышно ни звука вы успокаиваетесь и переводите дух эх ладно покидаем и так кладбищенская земля я так понимаю земля крепкая мертвая земля кратно а 3 3 3 кратно под лунным светом наговаривают первый заговор содержит слово земля что она дает так хорошо тогда вместо чего мы тебя поставим может быть вместо свечи давай попробуем хотя конечно свеча хорошо она дает нам 3 и глина 5 8 защиты давай попробуем землю посмотрим что это за заговор такой так ну чтож продолжаем наши движение ци восточный мост с востока на болото можно попасть через мозг который таки и на так и называется говорят шум там какой-то странный слышен надо проверить этим ночью по лесу ну ладно с раздается клапок кнута это черт гонит в отжавшуюся от боли душу вы останавливаетесь в нерешительности стоит ли душа грешника того чтобы сражаться с нечистой силой стоит стоит мы такие очень правильные играете черта он переводит на вас свой горящий ненавистью взор черт выпускает когти и направляется к вам забыв про свою добычу грешник не теряя времени скрывается в лесной чаще черт ревет от ярости и это кажется привлекло его собратьев вы тут же приступаете к чтению заговоров не позволяя ему отправиться в погоню ну что ж опять у нас бой чертями сколько вас чертей двое вот этот жирняя здоровый так но вы в принципе ничего такого страшного не делаете мы видали чертей пострашнее 4 и 2 до а вот наговор крепкая земля у нас больше нет ничего крепкого так увеличивает так лютая это порча так ну давай на тебя так урон 8 да и николай 5 это у нас будет 13 тут 16 мы пропустим один удар чик можем рабу правда положить на себя так ну давай еще тогда порчу на тебя же рабу николай бейгода так траву пока не едим а да наши же еще черти там единички не хватило а ей нички не хватило тебя добиться но ничего страшного так переполох и замечательно это очень хорошо так это тебя добьет урон заговора 14 ухты всем всем противникам замечательно давай-ка на всякий случай тебя тоже оставим на себя обделая и еще вот и все выберите новое слово так складное это уже есть и то есть жест вот это хорошая вещь так что у нас там с уровнем понемножку движется понемножку движется что ж пошли дальше ага смотри тут у нас еще что-то стефановых стефанов камень в этом овраге есть священный камень я не дортцы говорят что в нем оставил след стефан пермский ну-ка пошли посмотрим на этот след в тенистом овраге лежит огромный камень на нем есть отпечаток ноги который сейчас наполнен предрассветной росой валун уставлен свечами тут и там вы замечаете дары крестьян я не дора так ну подношение мы не будем забирать а пить росу из следа о как интересно да чай с чертом мы уже пили который кровью оказался но осталось облизать камень вы пьете священную воду и чувствуете прилив сил и уверенности а просто здоровье восстановлено понятно но у нас и так все было в порядке со здоровьем вот здесь бы грешки бы наши бы замолить бы так ну а пора нам отправляться теперь на люльвинские болота рядом с селом янидорским раскинулись красивые люльвинские болота опасно там дадет егор говорит что черти там водятся а значит могу я их изловить для книги красивые болота как интересно ну-ка отправляемся путь перед вами возникает болото сырая земля хлюпает под ногами становится холодно и неуютно внезапно из болотной топе вырастает белый призрак теленка он смотрит на вас и не сходит с места ну зачем же бить теленка давай прочитаем защитный заговор вы читаете защитный заговор и призрак исчезает уже произнеся заклинание вы понимаете что теленок был кладом нужно было его ударить чтобы он рассыпался монетами вы замечаете горящий взор чертей в болотной осоке возможно явились стражники сокровища ну даже призрака теленка чтобы он рассыпался монетами мне жалко бить и богу а вот с чертями придется опять драться до 2 черта возьми сильные сильная зараза 19-18 этот бьет больно 5 до так николай что мы делаем где наши травы которые снижают их урон сглаз снижает урон над на 1 минимум 1 до а вот снижает урон на 3 так тебя мы нейтрализовали так пятерку у нас остается хорошо порча скорчить переполох порча это ключ к земле как-то вот она не особо действует ну да ладно и все да что у нас есть складное благословение себя 12 да и николай 5 тогда тебя так николай вот этого берет ты откинулся ну вот так ух ты теперь у тебя тут шесть раза надо порча 10 до мы будем надеяться что хватит его прибить ты не жилец и не жилец черт так складное крепкая крепкая набожность давай вот это возьмем опыта получили так ну чтож ладно этим мы разобрались ну и пошли в енидор в этом по гости народ живет своевольный раньше то души приписаны были к заводским пах уходя шина дак крестьяне бунтовали что выходить на работу далеко до неудобно слушай но нам же нужно а найти крест что носил нечистый где-то его рассказывал что я не дори появилась и код не ца так вот в общем нам надо разобраться с этой котнице и крест нам нужен кстати мы там видели тело с крестом предрассветным туманом взяли в гулкой тишине раздаются звуки просыпающейся деревни вы быстро находите избу евдокии фоковны по указаниям деда егора николай стучит в резные ворота и вскоре к вам выходит хозяйка дома ну и в такие фоковна бог в помощь бог в помощь помогай господь кто такие я вас не звала пришли мы с дочуркой вашей поговорить на играется хотите над и кулинкой моей поэтому пока и кота оставьте так а ну-ка давай почитаем что нам тут написали опять и котники одержимый и коткой называли и кот никами в одно время количество людей страдавших таким загадочным недугом было столь велико что некоторые ученые даже предположили что данное заболевание является наследственным и котки чаще подвержены женщины нередко она переходит от одной хозяйки к другой превращаясь массовый психоз второобрядцы лечили женщин довольно жестоко не прибегая к магии или молитвы женщин одержимой и коткой наделяли а неделями морили голодом били бы тогами пугали цепными медведями или псами и выгоняя на лютый мороз обливали ледяной водой как-то выживал возвращались в родные селения и больше котка не страдали 6 это медицина крест нужен мы кстати помочь их не до смеху нам мы помочь хотим дочери вашей многие пытались да ни у кого не вышло а чего у вас должно давай убедим понимаю как страдает акулина ваша поэтому и помочь хочу знаю я одно средство ладно хуже уже не будет некуда совсем и кота девку мою замучила акулина прячется по ночам старой церкви преображенской там и кота меньше донимает оттуда идите спасибо не переживайте за дочурку с поможем ей ну дайте бог да это бог до свидания евдокия фоковна вот уж не знаю поможем мы или нет мы как-то так это самонадеянно взялись за это дело какая симпатичная церковка мрачной тенью возвышается старая спаса преображенская церковь в сумерках окрашенных алым рассветом над вами безмолвно нависают деревянные купола этого здания сотни лет и десятки поколений прошли под его сводами и вы чувствуете древнюю мудрость что накопилось в величественных стенах строения так ладно смотримся вокруг осмотримся вокруг цветочки 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 адамова голова получено достижение какое-то у нас там кстати да когда играли в карта тоже получили достижение не помню попало это у нас на запись или нет так и мы опять застряли так трава одолень трава поглощение урона новенькая у нас там там у нас ничего а а вот я еще вижу травку разбитая вот трава калюка трава благословения 3 разбитая икона икона валяется с паперти кто-то скинул и разбил и вот раскололся чилик тут не разберу ну вот люди больные икотницы судя по всему это те кто изучали медицину знают и не помню как называется довольно распространенное психическое заболевание вовсе никак ни с какой нечисти не связанная но так что у нас тут давай посмотрим николай спаса преображенская церковь от церковь так николай слушал что все с травой две травинки но обычно так и бывает хотя солнце встает а жутко как-то да уж поверить не могу что икотница в церкви укрылась начишь человек что поверь не могу что икотница в церкви укрылась деревянные купола серебрятся в рассветном солнце серебрятся также деревянные купола могут серебриться да ладно старые ступени ведут внутрь церкви смотреться она смотреться подожди мы уже все осмотрели да давай а там что мы туда не можем добежать там какая-то часовенка странно ну ладно старые ступени ведут внутрь церкви пошли смотри-ка еще иконостас у нас есть так давай-ка вася походим посмотрим лай жутко тут вот то не христианское место да ладно тебе мороз по коже от того что и кота тут сидит наверное жутко тут вот то не христианское будто не христианское смотрю он еще травка давай давай берем так царские очи а восстанавливает 20 здоровья некоторые невежда слывущие ворожаями почитают ее приворотную травою и обманывают ею влюбленных слепцов иконостас иконостас частично разрушился будто здесь разбушевался северный ветер царские ворота покосились и более не препятствуют входу в алтарную часть кажется что часть икон вырвана намеренно некоторые повернуты к стене так подожди вернемся а что с распятием деревянная скульптура выглядит торжественно и загадочно на распятие не пылинки и крест лежит нетронутом смотри-ка так ну что ж пошли в царские ворота частично разрушился будто здесь разбушевался северный ветер царские ворота покосились и более не препятствуют входу в алтарную часть в тусклом свете вы различаете груду тряпья среди которой лежит икотница акулина кажется она еще спит девочка то и дело вздрагивает от кошмаров которыми ее мучает поселившийся в ней черт так подожди почему вернуться мы что-то не сделали мы чего-то не не нашли да вроде все нашли до 1 при застас частично разрушился будто здесь в тусклом свете вы различаете груду тряпья среди которые лишь вы окликаете девочку она вздрагивает вскакивает на ноги и забивается в угол алтарной части даже в зловещем полумраке вы замечаете что у нее дрожат руки бедный ребенок такие акулина пожалуйста не обижайте меня испугать собрать крест не боись акулинушка мы тебе не навредим меня васей зовут это коля мы помочь хотим слыхали в тебе икота поселилась да и всяк засел мучает меня можем мы с ним поговорить я прошки не хозяйка он сам вылазит когда вздумает прошка его зовут расскажи про черта своего так чё рассказать иногда вылазит кому поворожить может а ребята дразнят меня девочка начинает тихо всклипывать так по поводу креста нужен нам для дела крестик твой вы меняешь нам его да как я без креста то буду меня тогда прошка совсем изглажит а я тебе свой у меня два есть один при рождении дадим другой на поле брони ладно давайте изгонять икоту мы можем прогнать икоту крошку правда можете ничего думаю я знаю как привлечь его внимание нужно рассердить икоту чтобы она явилась из-за кулины как же разозлить именно этого беса иконами иконами он не зря там эти иконы разбивал лицом к этой к стене оставил я думаю что иконы случайный иконостас тут испорчен да и икону у входа я заметила побитую видать не любит их твой прошка да он не заставлял иконки то портить я круг начерчу и начнем вы усаживаете акулину перед иконостасом николай поправляет иконы вы начинаете читать заговор который учили довольно давно но память вас не подводит гулки мехом звенят величественные слова заклинания вы почти заканчиваете ритуал но акулина внезапно толкает вас от неожиданности поток магических слов прерывается девочка начинает биться в припадке из нее выходит икота без огонь и называется да этот заговор вообще устаревший а зачем уже не тот все используют что же ты за векшица такая старомодная царство иисусова вообще невежливо при нечисти такие царства поминать и уж тем более иконы выставлять ненавижу иконы так и давай-ка акулину отпускай зачем в акулине сидишь по что девку мучаешь не твое дело но с другой стороны делать то особо нечего могу и рассказать котик рассказывает а я не чисто изучаю так интересно да чё тут рассказывать я не дорта раньше богатым по гостам был на родниках в церкви вот этой заказывали купцы благодарственные молебны когда северов возвращались я вообще суседил в этой церкви раньше то домашний дух домовой он был а откуда в церкви суседки а к чё не может быть в церкви думаешь в заброшенных и пострашнее бесы чем я хуже то но сейчас чё не людей нет ни в церкву никто не хаживает только в каменную я со скуки в акулинку и забрался не хочешь в покое это девку оставить ну может и оставлю к или одолеешь меня он и то с крестом крест нам нужно кулины да слыхал я уже мне тоже много чего надо давай так веду не одолеешь меня и я тебе и крест отдам из девки вылезу так давай крещение тушь про другое спрошу чем тебе иконы не угодили ты не любишь много ты бесов видала которые любят в общем да может церкву откроем свято чертовскую ты девка умная догадалась что мне иконы не нравится они меня бесят я вообще не против этой новой церкви да чудо да можно и без икон обойтись нет а рисуночки не мое аж в дрожь бросает бесовская отродья так ты и есть без икоты ну я и что на кота похож краса кого ожидали то лягуху милашка короче давай-ка нужен крест нам нужно кулины до слыхал я мне тоже много чего надо давай так веду не одолеешь меня и я тебе и крест отдам из девки вылезу так прошка ну что делать давай хорошо будь по-твоему прошка но держись василиса так прошка 150 елка с палками друзья что у нас есть из трав увлечивает урон она у нас одна колючка трава линию да но пьем так что мы еще можем выпить вроде она не собирается нас бить пока что урон от противника полностью поглощает ладно пока оставим так грыжа мова 18 до ключ знак таким образом поехали забыли николая то николая забыли подключить если вы убьете это существо то проиграете как интересно так но за два хода то мы этаж два хода да я так понимаю не будем его убивать ладно продолжаем подите прочь от моей акулины и зайди бесяк проклятый такой был и котейка и такие глупости так что-то там сделал увеличивает это он на себя наложил до благословения и смертельное здоровье 13 урон белка с палками так травы и от счетов то где-то было которая удаляет снижает урон снижает урон это где-то было так уничтожить щиты снижает урон на единицу так противника так порчи взялай на должность поехали так котяра 513 у тебя так ага здоровье у тебя закончилась до икотный укус так травка 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 оберег съедаем что еще у нас есть и страх а вот и там счеты себя составил сейчас сейчас подожди вот так вот ну попробуем таким образом заберусь я где вы не доста не уйдешь есть на тебя заговор так николай ты там скоро отойдешь полтинник 4 еще что ли убирать у тебя щиты да сделаем так уразы нова так 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 а снижает на 3 ну это как-то маловато будет давай прикрыть траву сделаем вот так она тебе котенок подожди если смертельно опять смертельное здоровье опять смертельное здоровье или это он только собирается читать я так понимаю что только собирается ну давай попробуем все задание выполнено стой 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 не добивай меня вася давай так я из-за кулинки вылезу а к тебе в служение пойду пригожусь вот увидишь мучить не буду только помогать за конечно взять тебя с собой да у меня и так стая чертей есть я не совсем черт и я помогать буду суседить в доме да чудо суседки то у нас нет может и не такая плохая это затея что дед то только скажет ладно возьму тебя но смотри у меня без шуточек но как раз вылезает из акулины и запрыгивает вам на левое плечо затем исчезает во всполохе черного пламени девочка падает без сил ее лицо выглядит спокойным и умиротворенным прожка больше не будет портить ей жизнь вы меняете крест николая на крест и котницы распятие выглядит старым и гнилым влияние нечисти не прошло для него бесследно вы надеетесь что скверно не тронет душу акулины окно вот у нас есть новый предмет это крест акулины крест который носила акулина одержанная одержимая прошкой один из приметов необходимых для освобождения девушки из бани так а что у нас с чертями нет все черти работают опрушка не черта он действительно домовой так ладно а мы антиклопедии все нашли понятно ладно возвращаемся домой и опять избушка дедушки егора крест теперь есть и что вася ищущий добрящий кресту нечисти суседки небось тоже не боятся крестов а вот такого беса пустобреха можно было и не брать это кто тут пустобрех тихо брошка ладно дедушка не огневайся может он нам еще пригодится ладно посмотрим что из этого выйдет ну вот и собрала все нужные предметы теперь можете невесту идти вызволять под полок мне туда идти нельзя книгу у тебя теперь ты и колдун я уже не такой сильный обдириха дух серьезный может навести морок и кожу содрать да так что оглянуться не успеете поэтому вася подготовься как следует может что спросить хотите так ну ка расскажи ко мне про банницу обдириха это откуда это взялась ну кто же знает все это по-разному они появляются говорят когда 40 детей родится в бане вот тогда там банница ты обзаводится про эту мы знаем только то что она детей подменяет может это не случайно все ответы только у самой обдирихи может что спросить хотите сейчас спросим подожди давай-ка мы почитаем что мы там нашли так еще какие-то вещи и ну вещь ему вроде все посмотрели а ну вот это царские очи так происхождение обдирихи происхождение этого мифологического существа в народном сознании связывается с родовой грыжу по поверьям в новой бане обдириха появляется тогда когда там кто-нибудь родит как малого ребенка вымоют первый раз в байне то обдириха образуется некоторых местах считали что в бане живет столько обдирих сколько вне было обмыто новорожденных в других же местах полагали что в бане обдириха появляется только после 40 обмытого в помещении младенца обдириха обитает под полком за каменкой под лавкой как правило она считается вредоносным существом и не только для перепознившихся желающих поддать парку особенно она опасна для маленьких детей считалось что малышей до года которых оставили в бане одних обдириха может обменять на осиновые поленья ну так вот а еще у нас есть черти которые пришли с работы да это ты матвей да матвей закончил работать закончил работа выполнена так матвей куда мы тебя теперь отправим что у нас тут извести суседок вырасти киллой с один грех и греха с один грех но один день а тут два дня один день иди сюда так все черти черти при деле так ну давай спросим про обряд что за обряд то надо провести ты мне такого не рассказывал а я с бани подмененных и не спасал думаю под полок придется вам спуститься там вас банница то и испытать предметы нужные есть смекалку не забудь может что спросить хотите да нет мы пожалуй отправимся в путь или у нас да друзья нам пора пора в путь заправляться ну вот так ага смотри-ка мы можем а вон у нас прошка теперь вот он красавец мы обзавелись котейкой какая прелесть посетители у нас есть просители николай друзья ну со всеми с ними мы будем разговаривать с вами уже следующей серии об этой позвольте с вами попрощаться огромное спасибо всем кто это видео посмотрел всего хорошего и пока 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 а а